Телегульский лиман Легендарный лиман из Сох ужался до размеров помойной лужи. В нем совсем нет воды. Сверхнасыщенный солевой раствор – рапа. Сейчас куяльник пытаются спасти. Прокладывают трубу из моря прямо в лиман. Проект будет стоить десятки миллионов и еще неизвестно, поможет ли. А это очень похоже на куяльник, но совсем в другом месте – Телегул. Телегульский лиман рискует повторить судьбу Куяльницкого. В верховьях соленость воды уже повысилась до 40 промилле больше, чем в Средиземном море. Южнее соленость снижается, но все равно высоковато. Лиману очень нужна вода. И тут – последняя капля. Неделю назад кто-то пересыпал перешейк. В связи с тем, ну не знаю, по каким-то причинам для того, чтобы было проще с Одесской области по побережью кататься в Николаевскую область. Там строится много баз различных. Может быть, стройматериалы возить и так далее. И вода не поступает в лиман. Вот по этому узенькому каналу поступает в Телегульский лиман вода из Черного моря. Других источников просто нет. Речка Телегул пересыхает. И вот здесь, прямо на побережье, неизвестно, кто устроил небольшую пересыпь и полностью перекрыл канал. Море выше на метр, а то и полтора, чем уровень воды в лимане. И когда канал вскрыт, то море, морская вода попадает и таким самым подводняет уровень воды в лимане. То есть уровень воды в лимане становится выше. Еще неделю назад прямо здесь стек бурный поток. Этот канал – единственный источник поступления воды для Телегульского лимана. И вот ради того, чтобы провести пару самосвалов стройматериалов, воду у Телегула забрали. Канал прорыли в 1958 году. Его единственное предназначение – давать воду лиману. За полстолетия канал изрядно поизносился. Когда-то глубина достигала трех метров, а сейчас, дай бог, чтобы метр набрался. Но его все равно время от времени чистят и приводят в порядок. Выбора нет. Больше воду брать негде. Нужна вода. Уже без разницы какая. Почему? Потому что если у нас не будет воды, то неважно какой – морской, либо пресной воды, то как таковой водная поверхность будет постепенно высыхать и исчезать. Телегулу не повезло. Как раз по соседству начинается курортная зона Коблева. Там идет активное строительство. Возможно, строители насыпали дамбу, чтобы срезать дорогу. Возможно, хотели объехать блокпосты. К словам, одна небольшая десятиметровая насыпь натворила проблем в глобальном масштабе. И это не преувеличение. Отправляемся на авиаразведку. Беспилотник одиноко плывет над подсохшим болотом. Обычно осенью в низовьях Телегула можно видеть огромные полчища перелетных птиц. Сейчас здесь только местные. Несколько небольших стаек чаек и бакланов, да одинокий лебедь посреди грязной лужи. Огромное количество птиц, которые стремятся улететь из Европы в Африку в этот период, оно очень любит наше северное причинное море. И Телегульский лиман является ключевой территорией. Очень важно в этот период, критический период, вот конец августа, сентябрь, поддерживать уровень воды, чтобы был корм для перелетных птиц. Иван Русев один из самых авторитетных экологов в Одессе. Идеолог создания Нижнедестровского национального природного парка и эксперт по водно-болотным угодям. Он объясняет, из-за того, что острова стоят без воды, погибнут десятки тысяч птиц. В природе все взаимосвязано. И найдя корма в привычных местах, перелетные не смогут добраться до дальних краев. Они не наберут достаточно жировых запасов. А если не имеет птиц жировых запасов, она очень вяло и слабо летит в нужные места зимовки. И очень много птиц погибает по ходу лета. Они могут уйти вовремя от фичника. Им не хватает ресурсов для долета до места зимовки. Еще раз из-за одной маленькой дамбы на берегу моря вверх по течению подсохли болота. Острова перестали быть островами. Туда пробираются хищники и съедают все живое. Корма нет, защиты нет. Тысячи птиц, перебирающихся из Европы в Африку, погибнут ради того, чтобы какой-то идиот-строитель сэкономил пару тысяч гривен на солярке. А вот уже сам лиман Телегул. С воздуха хорошо видно, воды все меньше, высохшая полоса все шире. В нормальных условиях осенью такого просто быть не может. Вода ушла от берегов еще на 100 метров. То есть она же уменьшается, естественно, отходит от берегов. Это заметно на глазах. Это происходит каждый день, поэтому надо принимать срочные меры. Срочная мера может быть только одна – открыть канал. Да только море уже успело набросать песка на берег. Покопать придется основательно. Каналу нужно приделать новые устья. Эту пересыпь, конечно, сроют уже буквально сегодня-завтра. Работы обойдутся примерно в 15 тысяч гривен. У регионального ландшафтного парка таких денег нет, поэтому заплатят местные рыбаки. Им нужно, чтобы кефаль могла выходить после нагула из лимана в море. А вот тем мерзавцам, которые насыпали эту дамбу, ничего за это не будет. Нормально, да? Отправляемся вдоль побережья в Коблево, поищем виновников. Сразу за дамбой начинается территория Николаевской области. Одесская милиция, которая расследует дело о дамбе, формальных полномочий здесь не имеет. На пляже следы тяжелой техники. Дальше несколько строек. Рабочие прячутся от камер. Масштабы строительства впечатляют. Здесь возводится целый небольшой курортный город. Проблема в том, что следы ведут не только сюда. Следы на песке ведут сразу на несколько строящихся баз отдыха в Сосновом Бару. Хозяева какой из них именно несут ответственность за насыпание дамбы, мы установить уже не можем. Теоретически это могла бы сделать милиция. Но здесь вот какая штука. Как говорят местные, большинство участков в Сосновом Бару принадлежат сотрудникам Николаевской областной прокуратуры. И что-то мне подсказывает, что милиция не будет проявлять особого рвения в этом деле. Установить виновников закрытия Телегульского канала можно было в первый день после появления дамбы, пока следы были свежие. Работники ландшафтного парка вызвали милицию на место происшествия. Правоохранители лениво составили протокол, уехали и больше не давали о себе знать. Иван Русев за годы своей работы инициировал не один десяток уголовных дел по нарушениям природоохранного законодательства. Стал пессимистом. Говорит, нарушителей найти можно, наказать вряд ли. При желании природоохранной прокуратуры, при желании экологической инспекции это сделать элементарно. Мы, общественники, очень часто делаем огромную работу за них. Мы знаем буквально элементарные взаимосвязи этих людей, которые нарушают природоохранное законодательство. Просто нежелание, либо коррумпированная система не позволяет эффективно сохранять эти ресурсы. Телегульский лиман теряет воду. Даже сейчас, осенью, испаряется до 2000 кубометров воды в сутки. Приток возобновится, когда канал откроют, но потери уже огромны. Большая площадь поверхности воды, которая постоянно испаряется. У него сейчас нет притока. И он уменьшает, падает, падает уровень воды. В итоге, если вода не будет поступать, то мы получим Телегульский лиман. Это второй Куяльский лиман. Это будет проблема, которая взорвется, как бомба. И мы не будем знать, что с этим делать. Воды Телегулу все равно не хватает. Чиновники уже думают, как расчистить канал, но думают они долго. Вам пока думали, как спасти Куяльник? Прошло 6 лет. И посмотрите, что от него осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова